Три турнирных дня, 130 бадминтонистов из шести стран вели жаркую битву за летний кубок. Ареной сражений мастеров Валана стал споркомплекс Медицинского университета. Одну площадку поделили на пять бадминтонных кортов, а чемпиона выявили в шести возрастных категориях. Триумфатором самой престижной категории Open стал Владимир Лядавский. Лидер молодовской сборной выиграл одиночный разряд. В финале он скрестил ракетку с украинцем Максимом Качаном, одержав над ним победу в трехсетовом увлекательном поединке 21-17, 14-21, 21-16. Служился весьма удачно для нас. Нас все в принципе устраивает. Да, можно было сыграть лучше, но все нормально. То есть где-то есть ошибки, на чем-то еще надо поработать, но в принципе все хорошо. Как минимум делать меньше ошибок на поле, играть поточнее. И в принципе вот это все. И психологический, конечно же, настрой тоже надо немножко регулировать. Самых талантливых молодовских бадминтонистов допустили к взрослым соревнованиям. Так 12-летняя школьница Мария Апостолюк в паре с 16-летним Сергеем Усатым на равных сражались с более возрастными и опытными игроками. Юное дарование молодовского бадминтона Апостолюк сенсационно переиграла всех своих соперниц в женском одиночном разряде. Мне нравится с ними играть, потому что я сама получаю опыт. То есть интересно. По результатам трехдневных бадминтонных баталий золотые медали организаторы вручили Владимиру Лядавскому, Марии Апостолюк, Дмитрию Дмитриеву, Антону Урсу, Артуру Трошину, Екатерине Федотченко и Ане Михаэле Попа. Они победили в самых престижных категориях. Бадминтон развивается, причем очень большими темпами. Заинтересованные люди, заинтересованная молодежь, дети начали подтягиваться в этот вид спорта. Это третий турнир. Именно в этом зале ВАРа он становится традиционным у нас. Потихонечку продвигаем на международный уровень. Количество участников три года назад мы начали с 70 человек. На сегодняшний день, в прошлом году было 92. И в этом году уже рекордное количество. Собрали 132 человека. На сегодняшний день это один из самых рейтингованных чемпионатов ближайших зон. И из-за этого накал страстей на площадках поднялся в разы. Красота движений, красота игр, накал страстей на площадках намного выше, чем год, даже год назад. Летний кубок стал одним из этапов подготовки молодовской сборной к предстоящему юношескому чемпионату мира. Осенью шесть отечественных бадминтонистов отправятся в Индонезию.